Эту статью мы посвящаем целиком разбору одного единственного практического вопроса – каких размеров делать полки в бане. И как обычно, нам не удастся дать вам универсальные цифры, потому что у полков в бане размеры обычно зависят от трех вещей – типа бани, ее размеров и, скажем, роста парильщика. Но знания закономерностей достаточно для того, чтобы подобрать оптимальные размеры для конкретной парилки. Для начала о терминологии. Начать придется с прояснения того, как именно называются места для сидения и лежания в банной парилке. В единственном числе мы говорим «полог», а не «полог» и не «полка», а во множественном «полки». Ударение ставим на «и» – «полки», а не «полоки», «полоки» и «непологи». Это важно. Как говорится, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Или, точнее, такой ответ Google на запрос вам и выдаст. Зададите вопрос неграмотно – получите материалы, написанные людьми безграмотными, которые, скорее всего, и в предмете вообще не разбираются. Теперь давайте рассмотрим отличия для русской бани и сауны, отличия для полков. Мы уже много раз говорили о том, что в любой национальной бане все продумано до мелочей. Точнее, что мелочей там вообще нет. Температура, влажность, скорость воздуха обмена – величины так сильно между собой связаны, что изменение одной ведет к нарушению кондиций в целом. Как с этим связаны «полки»? Да напрямую. На разной высоте от пола температура будет разная. Под самым потолком жарче всего, там и скапливается наиболее горячий воздух и пар от камней, если владелец практикует русскую баню. Но нужно ли делать полки под потолком? А вот кому как? Финнам это будет в тему, а русским незачем. Поэтому то, какая должна быть высота полков в бане, зависит от их количества. А количество – от того, баня это или сауна. Простейший вариант – это когда размеры полков в парилке русской бани определяются их одноярусным расположением. То есть это один или два лежака. Последнее, возможно, только в просторной парилке, на которых удобно улечься в полный рост. А это где-то получается 2-2,20 метра с шириной полков 90 сантиметров и высотой от пола 75-90 сантиметров. Внимание! Высота полков в бане от пола при выборе одноярусного варианта определяется либо как высота верхнего края печки плюс 10 сантиметров, либо по росту банчика, который будет чаще всего парить. Замер – от костяшки большого пальца до пола. К такому полку может прилагаться передвижная скамеечка для ног, которая имеет высоту, скажем, 40-45 сантиметров, то есть примерно половину от высоты полка. С такой скамеечкой конструкция становится условно двухъярусной, потому что позволяет желающим посидеть на скамье, как на нижнем ярусе. В общем, из сказанного понятно, что русской бани важнее всего, чтобы было лежачее место, удобное для парящего и паруемого. Само помещение парилки должно быть устроено таким образом, чтобы венник парящего свободно забирал пар, скопившийся под потолком, и опускал его на тело паруемого. Возможно, если потолок высокий, делать конструкцию двухъярусной, то есть так, чтобы парильщик с веником стоял на нижнем ярусе, а в описанной высшей конструкции он стоит на полу. Сауна отличается от русской бани, там температура 90-100 градусов, температура сухого воздуха, влажность 5-15 градусов, который и является основным средством прогрева тела. В русской бане тело прогревают паром, в сауну приходят потеть. А происходит это лучше там, где меньше влажность и выше температура, то есть повыше от пола. Кстати, просто сидеть и потеть лучше сидя, поэтому финские полки узкие и трехъярусные. В общем, понятно, что русский полок широкий и с минимальной ярусностью, а финский узкий и до потолка. Теперь рассмотрим, каких оптимальных размеров полки должны быть в русской парилке и финской сауне. Если вы сами определились с тем, какого типа у вас парилка, и хотите узнать, каковы оптимальные размеры полка в бане этого типа, то для вас мы разделили информацию для бань и саун. Сначала о бане. Высота в парилке русской бани. Выше уже говорилось немного о том, что для одноярусного полка оптимальная высота это 75-90 сантиметров. Два условных яруса получаются, если добавить передвижную скамейку. Но гораздо чаще выбор останавливают на стационарной конструкции, состоящей из двух ярусов. Для наглядности у нас в статье на сайте paril.com приведены картинки, где показаны эти размеры. Поэтому рекомендуем зайти на сайт. Ссылка на статью будет в описании к этому аудио. Вы видите довольно узкие полки в бане, высота которых отличается от рекомендованной выше. Верхний полок 95 сантиметров, нижний 40 сантиметров. У парящего тут два варианта действия. Либо становиться за нижним полком и парить лежащего на верхнем, не приближаясь. Либо встать ногами на нижний полок, чтобы приблизиться к паруемому. Но сложно ли сказать, будет ли это удобно всем. Да и 70 сантиметров это как бы ни нашим, ни вашим. Сидеть придется сильнее отклонившись, а лежать не намного удобнее, чем на 60 сантиметрах. Поэтому важный момент. Мы все-таки настаиваем на том, чтобы высота полков в бане и парилке имела анатомическое соответствие людям, которые чаще всего парят других. То есть делайте высоту полка до костяшек его руки. Теперь какой должна быть высота в сауне. Тут гораздо больше свободы по выбору высоты полков. Размеры определяются только удобством сидения. А эргономически эта величина определяется замером расстояния от пола до сгиба ноги сидящего человека. Другими словами, чтобы у человека ноги не свисали, а стояли. Таким образом вы можете сначала сделать замеры, скажем, для взрослых членов семьи. Потом решить, будет ли это максимальная величина или средняя арифметическая. А после просто сделать желаемое количество ярусов с шагом по выбранной величине. Например, если у вас получилась цифра в районе 45 сантиметров, то верхний полок будет 45 сантиметров, второй, первый полок будет 45 сантиметров, второй 90, третий 135. Однако по поводу третьего возникают сомнения. Стоит принимать в расчет совет о том, что от потолка до верхнего полка неплохо было бы соблюсти расстояние в 120 сантиметров или около того. Тогда у нас потолок будет 135 плюс 120, это уже 255 сантиметров. Это не ко всем саунам применимо. Потолок 2,55. Далее в нашей статье приводится картинка, авторы которой сократили высоту каждого из трех полков до 40 сантиметров, то есть 40, 40, 40. Итого метр 20. Ну и тогда уже прибавить туда высоту до потолка, и получается более реальный потолок. Теперь о ширине. Какая ширина должна быть у полков в бане? Это тоже непраздный вопрос, потому что имеет значение, на каком расстоянии за спиной находится опора. В одном случае нам сидеть комфортно, а в другом угол наклона туловища уже не тот, что надо. Для того, кто расположился лежа, ширина полков в парилке тоже имеет большое значение. Когда полок широкий, проблем нет. А когда он слишком узкий, то оказывается, что руки некуда девать. Поэтому то, какой ширина полка в бане должна быть, зависит снова от основного использования полка, лежа или сидя. Так как здесь мы говорим о русской бане, то для полка в бане оптимальным размером по ширине будет 90 сантиметров. И важный момент. При этом следует понимать, что сидеть откинувшись на спинку при такой ширине вы не сможете. Возможно, сидячее положение – это либо подтянув на полок ноги, либо полулежа с опорой на спинку. Теперь поговорим о ширине полка в парилке сауны. В сауне достаточно сделать полок шириной в 40 сантиметров для сидения с выпрямленной спиной или 60 сантиметров для комфортного сидения, откинувшись на спинку. И здесь тоже важный момент. Те, кто сделает размеры полков в парилке сауны такими, как сказано выше, не смогут париться на них лежа. Следовательно, такой вариант можно рекомендовать только любителям классической сауны, либо тем, кто парит себя сам, сидя на полке. Длина. Поговорим о длине. Само собой разумеется, что главным определяющим фактором длины являются габариты конкретной парилки. Чаще всего владельцы делают конструкцию от одной стены до другой, используя стены в качестве места крепления опорного бруса. Последнее не считается правильным, но практикуется довольно часто. Опасность здесь заключается в загнивании места контакта. Однако, на самом деле, выбор по длине тоже есть. Обратите внимание на приведенную в статье картинку. Там показаны размеры, которые можно интерпретировать на взаимосвязь между положением тела и длиной полка. Рекомендуем снова зайти на страницу статьи. Там показаны различные анатомические размеры. Теперь о расстоянии между полками разных конструкций. Надо сказать, что на нашем сайте есть материал, в статье дается на него ссылка, в котором подробно рассказывается о том, какие конструкции полков можно использовать в бане. Про конструкции это другая статья, и вы можете ее также найти на нашем сайте парилочка.ком. Здесь же мы ограничимся тем, что расскажем вкратце о принципе устройства той или иной конструкции и о том, как она сказывается на занимаемом пространстве. Первое устройство – угловые. Угловые полки. Располагая полки в форме буквы «Г», можно более рационально использовать пространство небольшой парилки. Такая угловая конструкция годится и для вань, и для саун. Длина каждого плеча может варьироваться как угодно, однако довольно распространенным вариантом является такой, где длинная сторона представляет собой полноценный лежак, где можно растянуться в полный рост, тогда как короткая сторона – это более компактное место, где можно расположиться полусидя. Впрочем, тут все зависит от габаритов парилки. Короткую сторону тоже часто тянут от стены до стены. Если при этом есть желание сделать лежачее место и на короткой стороне, то стоит рассмотреть вариант с упором для ног, который позволяет вытянуть их. Варианты приведены на картинке в нашей статье. Как устроены ярусы угловых полков для бани? Никаких принципиальных отличий в устройстве углового полка от прямого нет. Все рекомендации по длине и ширине, приведенные выше, на него распространяются. Расстояние между полками здесь считается только по вертикали. Ориентироваться надо на высоту от подколенного сгиба до пола. Это расстояние между ярусами. Другая конфигурация – прямые. В этом случае предполагается параллельное расположение лавок вдоль двух стен. Ну или как вариация – П-образный конструкт. Подобный выбор возможен только в достаточно просторных парилках, если предполагается еще и расположение в 2-3 яруса. Впрочем, одноярусный вариант годится и для парилки среднего размера. Расстояние между двумя полками у противоположных стен будет зависеть и от стены, и от длины, разделяющей их стены, и от того, какова ширина каждого из них. Но во время проектирования следует исходить из того, что пространство между полками должно быть достаточным для перемещения двух человек. Это величина порядка 80 сантиметров. Еще один вид конструкции – откидные и съемные полки. Откидная конструкция никак не отличается по габаритам от стационарной. Это всего лишь способ сэкономить пространство, либо высвободить его для уборки. Стоит заметить, что выбор именно ее, этой конструкции, снимает ограничения для парилок с минимальной площадью. Разумеется, широкий полок при этом следует делать откидным вверх, если под ним есть еще ярус. Съемные отличаются от откидных тем, что снимается только на стил. Это делается для удобства просушки и уборки. Но каркас при этом часто делается стационарный, поэтому сокращение занимаемого пространства не происходит. Габариты этой разновидности опять-таки будут зависеть от площади помещения и типа бани. Выдвижные и передвижные полки. В упомянутой выше статье мы уже говорили о том, что создание удобной выдвижной конструкции в бане довольно проблематично из-за склонности дерева к разбуханию, если из него делать направляющие. В этой связи мы склонялись к предпочтению передвижных скамеек, которые можно использовать в качестве нижнего яруса, а в остальное время хранить задвинутыми под верхний полок. Высота скамеек может варьироваться от 20 см, такие используются обычно в качестве приступочки, облегчающей подъем или подставки под ноги, до стандартной высоты 40-50 см, как у нормального сидения. Ширина все та же, 40-60 см, не больше, потому что вряд ли она будет использоваться как лежак. Длина произвольная, максимум чуть меньше верхнего яруса, чтобы можно было легко задвигать под него. Для тех, кто интересуется самостоятельным изготовлением и защитой полков, мы рекомендуем еще материалы. Когда мы выяснили, каких размеров бывают полки в бане, вы можете также ознакомиться с другими материалами на нашем сайте www.parilchka.com с чертежами и инструкциями. Это материалы о породах, используемых для полков древесины, об их достоинствах и недостатках, о конструкциях полков, о пропитках, применение которых допустимо для защиты полков от влаги, и о том, как самостоятельно изготовить полки. Также мы приводим полезный видеоролик в нашей статье, который тоже рекомендуем посмотреть. На этом пока все по размерам полков. Если есть вопросы, пишите, комментируйте. Нам приятно получать отклики. Мы по-прежнему будем стараться аккумулировать для вас наиболее полезную информацию обо всем, что связано с баней. Продолжение следует...